Мне очень понравилось по поводу экономического. Ну, сети, соцсети разнесли в пух и прах этот экономический форум. В Петербурге это называли и выставка позора, и стенд путинской импотенции, чего там только не было. Больше всего мне понравилась шутка о том, что наркокартели Колумбии, Аргентины и ряда других стран высказали обеспокоенность тем, что их не пригласили на экономический форум в Санкт-Петербург, в то время как главный наркокартель Афганистана, Талибан, на нем присутствовал. Ну, это, конечно, это дипломатический успех, согласитесь, на сегодняшний день, если ты вынужден уже приглашать даже Талибан, организацию, которая до недавнего времени, по-моему, до сих пор на нее запрет в Российской Федерации не снят, напомните мне. Было только предложение снять, но, по-моему, за него еще не проголосовали, только положительно отнеслись к этому делу. Но Талибан, даже когда был запрещен, он же приезжал уже на предыдущие два экономических форума. Так что в этом смысле Путин всегда доказывает, что на самом деле у него есть словоблудие и у него есть слова. То есть, когда он словоблудием занимается и на самом деле говорит о том, что борется с каким-то исламским терроризмом, и одновременно у него талибы на этом экономическом форуме. Точно так же, как Хамас, с которым встречается на уровне заместителя министра иностранных дел, а потом он теряет Израиль, что они вообще любят Израиль и так далее и тому подобное. Другое дело, что есть еще какие-то идиоты, которые на это дело ведутся. Вот это только в этом смысле. А сама выставка, конечно, это очень смешная вещь, потому что страна, в которой не производится ничего, она может теперь делать только актуальные выставки. То есть, все очень красиво, все там мигает огоньками, какие-то роботы ходят, какие-то машины. Аурус, которые не являются российскими машинами, они полностью состоят из западных компонентов, представляют какие-то лады, которые на самом деле никто не покупает, потому что все китайские машины заполонили российский рынок, причем они даже не собираются в Российской Федерации, они просто поставляются в Российскую Федерацию, и, кстати, плохого качества, ломаются, их там невозможно починить, за них теперь невозможно, кстати, там даже расплатиться и так далее. То есть, на самом деле, в общем, когда, допустим, представители экономического блока говорят прямо противоположные вещи, которые они говорили в прошлом году, потому что в прошлом году там были либералы в правительстве, которые говорили, что повышать налоги ни в коем случае нельзя, это убьет российскую экономику, а в этом году они приходят и говорят, нам обязательно надо было повысить налоги, потому что нет ничего лучше, как повышение налогов, потому что только так российская экономика сможет там чего-то сделать, и вообще это все замечательно. То есть, на самом деле, это большой-большой цирк с конями, в которых Путин выступает как ишак. Ну, и это снова доказательство его великих геополитических успехов, потому что мы же помним, что экономический форум в Санкт-Петербурге, он создавался как противовес Давосу, и Путин вложил немало средств в то, чтобы этот форум Давоса вогнал и заткнул за пояс. Заткнули. Талибаном. Надо сказать, что вначале, когда там еще были какие-то главы больших мировых корпораций туда приезжали, когда туда приезжали большие представители западных стран, он потенциально мог бы стать такой площадкой, где действительно там собираются какие-то значимые люди. Но уже как лет 10 это уже не происходит. Да. И еще очень знаково, как по мне, то, что талибаном-то сыт не будешь, понимаете, их участием. А Китая не было. Ни на каком уровне. Представлен он не был. Он не принимал участия в работе этого форума. А с телевизоров льется китайцы и русские братья навек. О дружественных экономиках. Путин же, кстати, в своих речах, он же где-то применил оборот, что он объединил ресурсы народов России и Китая, намекая как бы Западу. Он, конечно, успокаивает, скорее всего, внутреннюю аудиторию о том, что это миллиарды, миллиарды человек, которых победить невозможно. Да-да, вот ресурсы, это правильно он рассказывает. Ну, точно так же, как когда он был в Узбекистане, он там говорит, вот вы знаете, Узбекистан на миллион в год прирастает население. Видите, какая замечательная страна. И абсолютно идиотическое заявление, потому что все сразу подумали, а чего у тебя тогда на миллион в год убывает население. И чем ты радуешься-то? В Узбекистане-то действительно все отлично. У тебя проблема заключается в том... И поэтому он, кстати, радовался, что поскольку там на миллион прибывает, то эти иммигранты, они потом приедут в Россию, компенсируют убыль нашего населения и убыль наших рабочих рук и так далее. Но перед этим, кстати, там были погромы антитаджикские, где, значит, требовали... Началось, кстати, с таджиков, а теперь погромы общие антииммигрантские, где россияне говорят, вон все отсюда понаехавшие, значит, эти самые иммигранты, и они сами не понимают эти самые идиоты, что если все иммигранты из Центральной Азии уедут из Российской Федерации, то в России просто все встанет. Там просто ничего не будет работать. Встанут автомашины, встанут такси, встанут уборки, встанут, я не знаю, стройки, все встанут, потому что просто россиян, во-первых, нету, и, во-вторых, они не хотят работать на этих работах. Но почему Си не прислал хотя бы третьего замминистра, пятого помощника Минэкономики в Санкт-Петербурге? По тому же, почему Си поехал с большой дипломатической поездкой по Европе тогда, когда у Путина была инаугурация, прямо вот в день в день, чтобы перебить это. На самом деле, у Китая с Российской Федерацией огромные проблемы. И Си, на самом деле, Путину показывает ему место. Я вам напомню, что на прошлой неделе была встреча китайцев, южнокорейцев и японцев. Китайцев, южнокорейцев и японцев. Там у них. По поводу того, что у них происходит в Азии. И, в частности, увеличение товарооборота между Северной Кореей и Российской Федерацией. Да, мы обсуждали с вами, что там даже нефти уже для ведения войны достаточно. А, кстати, вы обратили внимание на эти косые и кривые ракеты, которые в видео Северной Кореи запуска, я не знаю, какой там класс ракет, по-моему, малого радиуса действия, но они даже во время запуска, они траекторию меняли, они не смогли даже так параллельно красиво для видео взлететь. Они сбивались в курс, но это говорит о качестве северокорейского оружия, конечно. Хотели напугать, скорее насмешили весь мир. Ну, знаете, наверное, и вот это как раз та самая страна, которой Путин думал, когда он говорил, что их оружие он будет передавать кому-то, кто сможет использовать его против Запада. Ну, пусть рискнет что-то начать, и потом тогда посмотрим, как Си Цзиньпинь на это отреагирует. Си Цзиньпинь на это отреагирует. Си Цзиньпинь на это отреагирует. Продолжение следует...